Привет всем друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть в фермер симулятор 2015, это у нас село Полевое и мы опять же таки продолжаем работу на полях, помните что у нас раз рапс зреет, мы его сюда вот свозим, да и в общем-то получим в конечном-то итоге биодизель. Будем заправляться и конечно же так же посмотрим сколько у нас будет он, по какой цене он будет выходить, стоит ли овчинка выделки или все-таки не стоит, лучше заправляться скажем на бригаде и сам рапс продавать. Вот, ну и плюс ко всему же я решил кардинально подойти к вопросу зарабатывания денег, дело в том что у нас постоянно с вами, да, с деньгами проблема, потому что всего-навсего два поля, да плюс то маленькое, которое там два столба на нем стоит, но оно очень неудобное, чтобы на нем работать. Ну и конечно же заработать на этих двух полях практически нереально, тем более что купить еще одно поле, это нужно как минимум 100 тысяч, да, более-менее такое приличное, то же самое, это очень дорого у нас получается и очень долго, поэтому мы с вами сегодня будем валить лес. И я так думаю, что вон вы видите, да, та посадка, вон она через поле там, я думаю, что вот мы ее будем с вами, с ней будем работать и заработаем максимальное количество денег, которое мы с вами сможем. Для этого придется арендовать, конечно же, технику. Вот, ну и понятное дело, что пока мы будем работать, все остальные наши трактора, деятельность наша на полях, она будет продолжаться. Так, ставим это сюда. Дальше вы видите, да, что я уже арендовал прицепчик, вот такой вот, вон он стоит сзади. Давайте мы проверим, как тут, что, кто делает. Так, немка у нас катается, но катается она как-то совсем непонятно. Что она делает? Почему по одному и тому же место он едет, тоже не ясно. Ну ладно. Я так думаю, что точка у нас не совпала. Точка, с которой он должен был бы продолжать работу. Но я уверен, что продолжит. Так, ну что же, погнали. Погнали. Естественно, что мы будем брать с вами в аренду технику. И я так думаю, что мы возьмем, ну, какую-нибудь, вот, например, Беларусь 3522. Взгляните на этого монстра, настоящего, да? Ну и стоит он, конечно, 4000. Посмотрим, что это такое. Насколько он крут. Крут ли он настолько, как выглядит? По идее, должен. И, конечно же, я хочу, чтобы можно было вот вперед, да? У нас впереди вроде бы как есть вот это. Передний привод этот, или как он называется, да? Вал отбора мощности. Который позволит нам цеплять... Ну, вы поняли, что цеплять. Брукс наш. Ну, вот так вот он выглядит. Современный Беларусь, да? Вполне неплохо. Очень даже современно. Так, хорошо. Давайте внутри тоже посмотрим, осмотримся. Круто. Слушайте, мне нравится, смотрите. Тут настоящая панель. Понятное дело, что блоупункт какой-то стоит, да? И кондиционер. Плюс ко всему же, смотрите, какие у нас тут окна, да? Тончайшие вот эти вот рамки. То есть, все видать. Ничего практически нам не мешает с вами. Так, хорошо. Вот только немножко напрягает то, что Дойц здесь вот написано. Ну, в общем-то, это Беларусь, по идее, написано, да? Вот с той стороны. Ну, а внутри дойцевская какая-то аппаратура стоит. Так, ну, катается хорошо. 300 лошадок, кстати, 355 лошадиных сил. Вот, скорость показывает, смотрите, да? Обороты показывают. Да вообще все приборы работают, да? Круто. Так, ладно. Это все хорошо. Нам дальше нужно с вами. Благо, денежек немножко есть для того, чтобы арендовать всю необходимую технику. Ну и, собственно говоря, зарабатывать. Зарабатывать хватит уже бедствовать нам с вами. Так, эта штука обязательно падает, я знаю. Вот, можно было бы, конечно же, и прицепчик получше. Может быть, как вариант, так мы с вами и сделаем. Вот только с этим нужно будет разобраться как-то. Как ее поднять-то? Переместить, может быть? Назад. И что там насчет прицепов? Может, действительно, вместо этого старого ржавого мы с вами возьмем толковый какой-нибудь большой. Ну, вот такой вот, да? Почему нет? Смотрите. 46 900. И вот она, щепа. 4300. Подстать нашему белорусу. Смотрите. Здорово. Так, и да, вот это. Мы же с вами решили, да, что нам нужно вот этот вот... Этот брукс, который постоянно валится. Нам нужно его как-то переместить, попытаться. Так, и куда он встал? Да так точно он и стал. Смотрите, упал точно так же. Может, не знаю, может сейчас вот так вот отвезем немножко прицеп этот. Может, он из-за прицепа падает или еще что. Но, смотрите, смотрится вообще неплохо, по-моему. Этот крамп. С новеньким белорусом. У белоруса вообще двигательный отсек, по-моему, как-то совсем уж какой-то удлиненный, да? Так, ладно, погнали. На двенадцатом поле, как вы знаете, у нас работа ведется, да, поэтому там пока что не напрягаемся. О, может, вот так как-то, а? Я смогу подцепиться, нет? По-моему, у каждой хорошие вещи, да, практически идеальные, должна быть какая-нибудь проблема. Вот, в частности, у нас отличная же вот эта вот брукс, отличная просто, но есть всегда какая-то недоработка. То есть, в бочке меда всегда будет ложка дегтя какая-нибудь. Вот, в частности, мы с вами наблюдаем. Вот так вот оно тоже ставится, оказывается. Мне самое главное, чтобы он прицепился. То все остальное мы тогда его раскроем, и он, по идее, не должен тогда вот так вот падать. Так, вроде цепляются, да? Опа! Хорошо. Пируэты настоящие. Так, разворачиваем сразу же. Выдвинуть опоры. Насчет трубы я не уверен, нужно ли ее или нет. Так, аккуратно. Опускаем. Вот. И теперь она у нас не переворачивается. Стоит так, как нам и нужно с вами. Так, хорошо. Вроде бы как Законтачило, но тут еще вариант И хотя этот прицеп вот у нас Со щепой работает, но тут еще вариант Такой, работает ли Брукс. Я уж, откровенно говоря, просто-напросто Забыл. Давно это дело было. Когда мы с вами работали Вроде бы как не должно Каких-то особых таких проблем быть. Но проблемы, они всегда случаются. Где-нибудь да случаются. Кстати, неплохо он Катает этот Беларусь. Смотрите, 50 км в час Буквально летит. Круто. И довольно-таки Приемист. Ну, естественно 350 лошадей. Представьте себе, да? Любой груз, я думаю Что с места он сдвинет. Да, ну и понятное дело Что самого себя Так уж Это уж точно. Так, ну что Где-то здесь тогда начнем Прирабатывать. Посмотрим у нас Сета раскроется Или нет Брукс Туда, куда нам надо Да Стало вроде бы Туда, куда нам надо Но тут вот Смотрите, высота Такая непонятная, да? Как бы тут у нас По высоте оно не прошло Так, ну ладно Мы сейчас все попробуем Сами Так, режем Режем, режем Мы с вами вот сюда В эту сторону Так, есть Дальше То же самое Короче говоря Я вот эту посадку Хочу полностью Всю извести Она здесь нам с вами Даром даже не нужна Она только мешает Если мы купим поле Вот это вот То она 100% Будет тогда мешать Короче говоря Уходит Эта посадка Канет в лету Но если вдруг Нам с вами Захочется Дизайна Какого-нибудь Мы всегда сможем Высадить Хотя бы Просто один ряд Да, какой-нибудь Но это Это сильно Сомнительно Конечно же Что такое будет И тополя Можно было бы Тоже Конечно же Порубить Вдоль дороги Но они там Вроде бы Как смотрятся Пускай будут Пока что Так И давайте Проверять Насколько Все это У нас с вами Правильно Насколько Оно Будет Работать Так Сложить Включить Включить Противовес Да Это у нас Вот это Вот Опустить Противовес Вот это Тут такая Длина У этого Трактора Невозможно Растянуть Экран Чтобы все Видеть Сразу же Так Есть Все в порядке Все работает Крамп Работает Брукс Работает Беларус Работает Ездим Просто Собираем Смотрите Как-то Маловато Правда Всего 13 Тон То есть Получается Где-то Около Пяти Да У нас С Одной Сосинки С этой Но они Такие Меленькие Тут Вообще Смотрите То есть Придется Бегать Пилить Все Это Дело Но мы Сейчас С вами Прицепчик Один Сделаем Вот И потом Переместимся Посмотрим Что там У нас Дальше Чтобы наши Работнички Там Бывало Не уснули Где-нибудь Под кустом Или еще Что-нибудь Не сделали Ни того Или просто Не стояли Да Посреди Поля Круги Не наматывали Мы с вами Уже с этим Встречались Знаем Вместо того Чтобы Атрапортовать Что я Закончил Работу Иди Принимай Шеф Он Наматывает Круги Потому что Платится ему Почасовое И Полторы Тысячи В час Конечно же Он Полчаса Поездил Заработал Семьсот Пятьдесят Хоть уже Работа и Закончена Короче говоря Никому Нельзя доверять Как там Доктор Хаус Говорил Да Все люди Врут Но я думаю Что и доверять Тоже не стоит Всем подряд Какие бы не были Золотые Работники У нас Ну и так далее Красота Короче говоря Еще нужен Комбайн Который Будет Все это Дело Все ряды Ехать И Весь Вот этот Три ряда Да Сразу же Рубить Пилить Тоже что-то Типа Брукса Чтобы Еще больше Облегчить Нам с вами Задачу С какой-нибудь Жадкой Такой Ножи Какие-нибудь Или топоры Съедешь И он только Все Срубывает Срубывает И Тут же В прицеп Забрасывает Автоматом Не Ну на самом деле Конечно же Разработчики Фермер Симулятора Немножко там Напортачили С этим лесом Немножко сильно Напортачили Особенно Если вы помните Да Первые Как только Вышла игра Как оно там Все было Да и Я думаю Что и сейчас Если стандартная Работать техникой Для лесозаготовки Это как Не знаю Как со связанными За спиной руками Работать Со всем этим Потому что Эти Сосны Взлетают Куда сами Захотят Все выпадает Все Все как-то не так Короче говоря Естественно Что при определенной Сноровке Все получается Но для этого же Нужна сноровка И Уйма Просто времени Не с нервами Давайте вот эти Вот еще Кстати Грибочков Тут нигде Не видать Лес то Свежий Молодой В молодом лесу Всегда есть Грибы Но к сожалению Да Можно было бы Что там у нас На ужин Грибочков Нажарить Да с картошечкой Красота Что еще нужно После Удачного Рабочего дня Да фактически Ничего не надо Что вы там Горите Стопочка Ну это Кому как Так Нарубили Смотрим Что у нас Снова Да Нам нужно Снова Его включать А что это у нас Из Ан Чего Анче Шалтен Какой-то Не знаю Что бы это могло Значить Так Ну для начала Мы конечно же С вами Вот Окупим Хотя бы Ту технику Которую мы взяли В аренду Да Арендовали На большую Довольно таки Сумму На 10 тысяч Получается На целые Сутки И я Думаю Что вот эти Вот сутки Ну или Сколько там у нас Терпения Хватит Я буду работать На тракторе С прицепом И с бруксом Вот Зачищу Тут буквально Все что смогу Насколько сил Хватит Для того Чтобы максимально Но я уже сказал Да Почему Почему И зачем Мы с вами Это делаем Чтобы максимальное Количество денег Получить Заработать Купить поля Уже наконец-таки Нормальные Людские Что называется А не огороды Которые у нас Тут с вами есть Купить технику Купить дон Тот же самый Трактора Я думаю Что вот этот Белорус Я тоже куплю А не буду Арендовать его В общем Так Сто процентов Да Немножко зеванул Ну ладно В общем Вы сами понимаете Да Что Перспективы Просто потрясающие У нас с вами Погнали Если хорошенько Поработать С этим всем А если взяться Вообще За тополя За эти Так Тогда Мама не горю У нас денег Будет Невероятное Количество Так Здесь мы можем Заехать Да Хорошо И Насколько я знаю Это А Мне говорили Что Здесь без коллизий Но коллизии есть Что там Говорите Не Не Верь Всем Подряд Все Люди Врут Да Доктор Хаос Это Конечно Тот Еще Кадр Я думаю Вы Все Смотрели Да Блин Такие Зубья Ну ладно Ладно Давайте Поехали Работаем Торгуем Ну так Это же Совсем Другое Дело 30 тысяч Как Что называется С куста Да Блин Ну это же Мы будем С вами жить Теперь А не Существовать В самом То Деле С этими Копейками Которые Мы получаем За хлеб С копейками Этими Которые Мы получаем За масло И молоко А возни Там Невероятное Просто Количество Времени Уходит На все Это То ли Дело Вот сюда Подъехал Нарубил Сдал 30 тысяч Заработал И поехал На Канары Все Что называется Ни клятый Ни мятый Блин Че мы раньше Так не делали Да Я знаю Вы говорили Вы предлагали Это сделать Это я был Не прав Так Что у нас здесь У нас комбайн Говорит Что закончил Работу Молоток Но как-то Странно Он закончил Работу Это мягко Говоря Григорьевич Ты что-то здесь Явно Напортачил Давайте Посмотрим Вот здесь Вот смотрите Да Туда Поехал Сюда Вот это Вот он Забыл По-моему Тут что-то У него Что-то Не срослось Сможет ли он Отсюда Проезжать Дальше Так С ближайшей Точки Езжай Ну Почти Почти Там кусочек Останется Ладно Это фиг с ним Потому что Там возле дороги Да Оно Не особо Мы там теряем С вами Так Нормально Дальше Наблюдаем Наш трактор Который здесь Полностью Справился С двенадцатым Полем И Понятное дело Что на это поле Нам нужно Теперь Силку Тащить Здесь нужен По-моему Трактор Который Позволяет Перевозить Сельхоз Оборудование С какой-нибудь Сумасшедшей Скоростью Ну Километров Семьдесят Да Но мы с вами знаем Есть такие трактора Зарубежные Мы даже С вами Видели В интернете Дойтс Который Мотается Со скоростью 130 км в час И где там Профессиональный Гонщик Сидел за рулем Чтобы выжать Эту скорость Не всякий автомобиль Такую скорость Выжмет Дойтс Оказывается Может И это трактор Так Давайте мы Доставим туда Теперь Силочку Культиватор Заберем И он нам Нужен будет Вот на этом поле Которое Все никак не зреет Но мы Знаем с вами Что созреет Со временем Все это Созреет Вот Ну и так как мы Занимаемся сейчас Серьезно Щепой То можем Можем Легко Сеять Опять же Ячмень Там На муку Да Ну То есть Чтобы наш Завод все-таки Продолжал работать Либо завод До мельницы Чтобы продолжали Мы с вами договорились Что даем работу Нашим Селянам Чтобы они Не сидели Без дела Не спивались Ну А то что я говорил Да Что На этих полях На продажу Все Ну Раз щепа есть То значит Мы на ней Значительно Быстрее И лучше Заработаем Чем Будем на этих Крохотных полях Сеять Да продавать По десятку тонн Зато потом Вот купим Вот это Мне нравится Оно Смотрите Прямоогольное Онорех Находится рядом С нами Никаких там Загоголин Нет Вроде бы Как никаких Глюков Тоже нет Не знаю Посмотрим Какие нибудь Пни Плохо Выкачеванные Да Вот Которые Не позволят Нормально Работать Сеялки Или культиватору Скажем Будут цепляться Там Или камни Или еще что-то Так Здесь у нас Будет работник Работать Поэтому Я не заправил Смысла В этом Нет Особого И Естественно Будет Ездить У нас Трактор Вот этот Т-150 Наш Жаль У него Нет переднего Привода Потому что Это был бы Супертрактор Тогда Мне очень нравится Как он работает Единственное Что И скорость Не такая Большая Но в работе Мы с вами знаем Что в работе Это нормально Так Что у нас Да У нас У нас с вами Ячмень был Держай Вот Особенно Мне нравится Я уже говорил Неоднократно То что он Идеально Буквально Возделывает Поле Нигде Ни одного Кусочка Не остается Необработанного За счет Того Что разворачивается На месте Нет этих Прямоугольников Вернее Этих Треугольников Да Вот Вы видите Удобренные Такие Темные Места Которые Оставляют Все другие Трактора У которых Радиус Поворота Не знаю Метров Пятнадцать Наверное Судя по тому Как они тут Огрехи Оставляют То ли дело Вот здесь Смотрите Оп Просто Красота Т-150 Рулит По-моему Только Единственное Что доставлять Ему нужно Для работы Да Сельхоз Инструменты Так Ладно Погнали Что у нас здесь А здесь у нас Стоит Стоит Качается Вот Как бы он не мотался Да Ну-ка Давайте посмотрим Что у нас Да Помните Да В прошлой части Мы радовались С тому Что Костик Летает Ездит Все Высыпает Вроде бы Как сам Туда-сюда Просто душа радовалась Как он тут работал Оказывается Ничего подобного Он просто ездил Полно и все Он здесь не высыпал И что самое интересное Что вот раньше Это все работало Он высыпал здесь Ячменную муку Пшеничную Да Там через паузу Нужно было делать Ну Shit happens Как всегда Будем знать Что здесь нужно Паузу поставить То же самое Высыпать Через паузу Так Ячменная мука Забрать из бункера С ближайшей точки Езжай Через какое-то время Нужно поглядывать Пока мы Так да Не мешает Понятно Проезжаем Вот пока мы тут Своими делами Занимаемся Так Но это попозже Это не сейчас Так Здесь продавать Пока что нечего Здесь я Собираюсь Сделать Полностью Загрузить Нашу станцию Моносмеси Привез Весь оставшийся силос Так как решил Что щепа у нас Рулит сегодня Мы будем С ее помощью Зарабатывать Да Силоса 88 Сено и соломки Вот соломки Нужно притащить И сенца сюда Подбросить Ну травки То бишь И потом отправляться Работать Немке помогать Собирать урожай Травки Опять же И конечно же Сейчас отправимся Продолжать Зарабатывать На щепе Дикие деньги Вот Ну наверное Все таки Друзья Мы с вами Этим займемся В следующей части Заработаем Хотя бы Пол миллиона На щепе Срежем все Что увидим Наведем тут Порядки Вот И потом будем Решать Чем же нам Дальше с вами Заниматься То бишь Что покупать Какие поля Покупать Ну там уже Будет серьезная Работа Там уже Нужны будут И серьезные Комбайны И серьезные Трактора Ну в частности Вот один из Серьезных Тракторов Мы с вами Увидели Действительно Хороший Трактор Этот белорус Мне нравится Плюс ко всему У него еще Колеса Добавляются Плюс там Противовесы Есть Ну короче говоря Техника То что нужно Да и стоит Относительно Недорого Всего на все Каких то 50 тысяч Согласитесь Для такой Техники Это Не Деньги В общем Я буду На этом С вами Прощаться Встретимся В следующей Части Всем Спасибо За Внимание Удачи И Пока Субтитры Субтитры Субтитры